Всем привет! Сегодня у меня третье видео по стилистике хендпейнт. Напомню, что это не полноценный хендпейнт, в котором вы прямо по глуполе модельки рисуете переход свет и тени и прочее. Здесь просто вы берете, снимаете с хай поле модельки вспомогательные текстуры и при помощи методов смешивания, о которых я говорил в предыдущем видео, позволяйте делать с вашей моделькой вот такой вот шейдинг. Интересная фраза получилась, позволяйте делать. Ну да ладно. Вот, делайте вот такую вот модельку. Сейчас здесь, как видите, Flat Color, тут нету ни карты нормалей, ничего, но тем не менее моделька, она выглядит так, как будто здесь еще и присутствует карта нормалей. Давайте я вам покажу, как выглядит глуполе и хай поле модель. Вот такая у нас хай поле моделька. Вот, ничего особенного. Пять с половиной тысяч полигонов и основной полигонаж тут, я так понимаю, а нет, не основной, но достаточно много. Это вот зубы и глаза. Честно скажу, что модельку я предполагал, что она будет где-то вот с такого расстояния смотреться, поэтому на зубах можно было бы вообще так конкретно сэкономить. Ну ладно, пускай вот как есть, так и есть. Вот, этой модельке вообще где-то примерно лет 7 или 8. Ну, я ее с того момента чуть-чуть переделал и решил взять ее за основу того, чтобы показать, как же все это рисуется. Хай поле моделька выглядит примерно вот так. Ну, примерно. Ну, вот так вот выглядит. Она сюда импортирована из браша. Тут сколько? Ну, почти 650 тысяч треугольников, там побольше было. Вот, ну, фишка не в треугольниках, а в том, как оно выглядит. Вот моделька. Вот так вот показывает, вот так вот виден высокий полигонаж. Вот так вот выглядит у поле моделька. А вот так вот у меня выглядит моя моделечка. Давайте все-таки Flat Color включу. И, как видите, практически она точно такая же, как и хай поле модель. Ну, знаете, ребят, во время уже того, как я монтировал ролик, я что-то так подумал, глянул на время и получается, что у меня вот этой третьей части выходит где-то на полтора часа. Я, конечно, подумал, что мне сейчас напишут, там, ты что, тут за пять минут рассказать можно, а ты на полтора часа растянул. Ребят, вы правы, абсолютно правы. Если вы делаете, там, свою вторую, третью модельку, вы уже более-менее в этой теме, вот реально, можно все рассказать за пять минут, ну, там, вам, да, если какие-то есть вопросы. Но когда вы, вот, новичок-новичок, вообще нифига не умеете, у вас в голове куча вопросов, то вот эти вот пять минут, они обрастают большим количеством вопросов. А что будет, если я сделаю вот так? Или, а что будет, если я сделаю не вот так, а вот так? А почему нужно сделать, применить вот такой вот здесь метод смешивания, а не вот такой? А почему я применю вот такой метод, а у меня оно стало темным, а не светлым? В общем, как раз-таки для тех, кто решит написать вот этот вот вопрос, да, там, замечание, что за пять минут тут можно было все уделить. Ребята, это видео рассчитано не на матерых пользователей, не на людей, которые делают вторую, третью модельку, а для тех людей, которые только-только начали заниматься этим, и у них в голове огромное количество вопросов, которые они как раз-таки найдут ответ, на которые они как раз-таки найдут ответ в этом видео. Для создания такой модельки я использовал для запекания Marmoset, хотя, скорее всего, лучше и более правильнее будет использовать Substance Painter, поскольку именно в нем я рисовал. Но, если вы печете в Marmoset, то, по большому счету, никакой разницы нет. Там есть разница, я о ней чуть позже расскажу, но для начального этапа вам, ну, что вам ближе, то можете использовать. Значит, это у меня финальная моделька, low-poly моделька с текстурой. Здесь у меня low-poly моделька с запеченной картой нормали, а здесь high-poly моделька и low-poly. Low-poly вы уже видели, high-poly вот она. Пику я здесь что? Я пику здесь Ambient Occlusion. Настройки. Ну, для 1К текстуры я поставил примерно 700 лучей, да и, собственно, все остальные настройки по умолчанию. Можно больше, можно меньше ставить. Тут главное, чтобы у вас не было зернистости на модельке. Ну, желательно, по крайней мере. Зернистости от AO. Пику я только нормал, карты нормалей Object Space и Ambient Occlusion. Напомню, а, еще Кюрвача, Кюрвача еще пику. Напомню, что я, чего достигаю здесь. Значит, Ambient Occlusion мне нужно для распределения тени. Кюрвача мне нужна для подсвечивания впадинок и выпуклостей. Object Space нужно для распределения света. То есть, основную работу здесь делает карта нормалей Object Space. Именно на основе нее я подсвечиваю, ну, мягко скажем так, по-простому подсвечиваю модель, показываю направление света. Да, я, по-моему, рассказывал в предыдущем видео. То есть, вот у меня есть вот грудь, да, если такое сечение, возьмем грудная клетка, мышцы и еще дальше что-то прошло. Я при помощи нее свет впускаю вот примерно с вот этого вот направления. И тогда у меня вот эта вот часть становится более освещенной. А вот эта вот часть, она наоборот становится более затемненная. И таким образом, при помощи вот этой вот карты нормалей Object Space, можно показывать направление освещенности вашего объекта. То есть, свет падает строго сверху, свет падает строго спереди, сзади, либо как-то с боков. Я покажу, как это делается при помощи фильтра Light и при помощи классических методов, когда берется просто канал, один из каналов карты нормалей, и он распределяет цвет по поверхности модели. Всегда возникает вопрос, а в чем запекать лучше, в Substance Painter или, например, в Marmoset? По большому счету разницы нет, запечете вы там или тут. Хотя, вот мое мнение, если вы будете текстурить в Substance Painter, то, наверное, все-таки лучше запечь текстуры именно в нем. Ну, хотя я тут запекал в Marmoset и закидывал текстуры в Painter. Вот, но смотрите, Marmoset работает во многом на основе своих собственных алгоритмов, которые используются в фильтрах, в генераторах и так далее. И, скорее всего, эти фильтры, генераторы, они рассчитаны на то, что текстура будет запечена внутри программы, и этим фильтром и генератором будет удобнее работать именно с теми картами и текстурами, чем с теми текстурами, которые вы в нее запихиваете из другого пакета. Сначала я вам покажу, что получается с текстурами, запеченными в Marmoset и закинутыми в Painter. Но когда мы будем делать то, что... Ну, модельку с нуля, я буду печь именно все в Marmoset и на основе... Ой, буду все печь в Painter и на основе этих текстур будем там и генерировать, и работать. Кстати, хочу предупредить, что запекал я в Marmoset в формате Tangent Space Maya, то есть DirectX, и в этом же формате я закидывал текстуры в Substance Painter. Painter тоже по умолчанию работает с форматом DirectX, так что если у вас Marmoset настроен на запекание карт нормали в формате OpenGL, там стоит либо запечь в правильном формате DirectX, либо в самом Substance Painter и указать, что будете работать в другом формате. Ну что, давайте посмотрим, что получается в Painter и будем уже начинать модельку с нуля делать. Пока не начали, минуточка сама пиара, она у меня уже традиционная почти для всех видео стала. Если у вас есть вопросы по поводу трехмерной графики, по моделингу, по риггингу, анимациям, то можете мне писать в личку, я постараюсь по мере сил, возможностей и времени на них ответить. Если вас интересует обучение в формате один на один, где вы задаете вопросы, я отвечаю, без проблем тоже звоните, пишите, договоримся. Если вас интересует целенаправленное обучение, вот там с нуля и до какого-то уровня, меня просто часто спрашивают, в какую школу лучше обратиться, их очень много. Я советую школу Artcraft, не потому, что это реклама, если бы это была реклама, скорее всего здесь, где это был бы какой-нибудь баннер с промокодом. Но нет, я просто знаю основателя школы, я знаю ребят, которые там преподают, с некоторыми я работал или я просто общался. Классные ребята, отличные специалисты, дают офигенные знания, очень глубокие. Вот, так что ссылочку, скорее всего, вы найдете в описании, если не запомните. И обращайтесь, либо мне, либо за более глубокими знаниями в Artcraft. Я думаю, там всегда будут рады вам. Давайте разберем, что у меня здесь получается. Вот моя моделька в самом пейнтере, текстурки у меня здесь. Где тут проект? Ой. Вот проект. Все время не могу, привык по алфавиту их искать. Мои модельки, мои текстуры, которые запечены именно снаружи, я их сюда импортировал. Единственное, что я здесь запек, это Position Map. Он нужен для того, чтобы программа понимала, где находится право и лево, вверх-вниз у модельки. Давайте все выключим. Итак, с чего я начал? Я начал с того, что нанес базовый слой. И я использовал для этого Fill Layer. Почему Fill Layer? Потому что мне так удобно в один клик взять и каким-нибудь слоем все залить и не париться о том, что что-то у меня не закрашено. Далее я добавил дополнительные цвета. Ну, точнее, не далее. Это я уже потом добавил. Сейчас-то мне не видно, где что находится. Просто я начал раскрашивать модельку именно по, как это сказать, по цветам, которые у меня будут здесь присутствовать. Вот я добавил сюда рога, зубы и глаза. А, еще копыта. И тут их не видно, но вот они. Что я сделал? Я добавил тоже Fill Layer и масочку, по которой нарисовал, где эти объекты будут находиться. Масочка и указал, где цвет этот будет находиться. Глаза. Но здесь глаза у меня уже это не Fill Layer. Это просто обычный рисовальный layer. Для того, чтобы понимать объем модели, достаточно просто взять и добавить сюда Ambient Occlusion. Он вам даст уже вот, хоть чуть-чуть, но даст вот такое вот, как это сказать, понимание объема. Уже даже по нему можно будет брать и добавлять какие-то вот, где они находятся. Вот, Add Colors. Вот такие вот пятнышки. То есть, я, например, такими пятнышками добавил места, где просвечиваются капилляры. Ну, то есть, скажем, грудная клетка, мышцы, ладошки, коленки, пяточки, вокруг глаз, ноздри, губы и так далее. Ну, по моему представлению, здесь было бы неплохо добавить какого-нибудь такого розового цвета. На самом деле, это уже идет именно процесс рисования. Ну, я решил такое чуть-чуть рисования от себя сюда добавить. Самая основная работа, которая здесь проходит, как я уже сказал, это добавление через карту Object Space деталей от High Poly модельки. Вот я ее включаю. А, это я еще не ее включаю, извините. Это я добавил подсвечивание объема при помощи кирвича. То есть, я ей здесь показал впадинки и выпуклости чуть-чуть более светлым цветом. Если мы отключим АО, то увидим, что вот я как бы чуть-чуть подчеркнул все. Включаем АО и добавляем сюда еще немного градиента. Градиент у меня показывает направление света сверху вниз. То есть, чем модель ближе находится к земле, тем она более темная. Давайте отключим, кстати, у градиента... А, нет, это не у градиента. Это симметрия, то есть, когда я рисовал, я рисовал одновременно и справа, и слева. Если вы не знаете, то вот она включается, выключается. В настройках выбираете ось, по которой у вас будет проходить симметрия. Тут не пугайтесь, просто ось по центру проходит. И так вот режет. Base Color. Как видите, никаких здесь нормалей, ничего нету. Даже, собственно, в самом шейдере я отключил использование других текстур. Видите, только один Base Color остался. Эти два слоя, они у меня для затенения зубов. Ну, просто потому, что зубы у меня были отдельным объектом. Мне удобнее было их вот так вот подсветить в отдельном слое. Это ничего, что они в самом верху находятся. Просто там градиент на них. И вместе с градиентом я их расположил вверху. Да, и, значит, самое главное, то, к чему здесь весь разговор идет, это вот этот вот слой, который я обозвал Light. Включая его, мы делаем распределение света и подчеркиваем детали от High Poly модели. Здесь в настройках есть вот эти два ползуночка. И этими ползуночками мы регулируем. Так, извините, это по горизонтали. Это вот вокруг объекта можно либо справа, слева, либо спереди, сзади подсвечивать. А вот этот вот как раз-таки ползуночек, ну, колесико, он освещает, позволяет освещать объект так, как будто он, ну, перед ним фонарик, и он вокруг него светит. То есть вот эти вот карта нормалей, она работает таким образом, что свет, она, ну, составляет подтенить вот эти вот навесы. Навесы, будем так говорить. Ну, в общем-то, и все. Давайте я просто закрою проект и начну все с нуля. Так, начинаем мы с того, что должны добавить в проект нашу модельку. Нажимаем New Project, Select, и вот у меня персонаж называется MinoLowPaint. Открываем его, указываем документ resolution, но его можно и потом изменить, 1024, то есть у меня текстура будет 1К на 1К. Окей. Не забывайте сразу сохранить или чуть позже сохранить, но в любом случае сохраняться нужно. Давайте обзовем его MinoTourWork. О, по-русски пишу, извините. MinoWork. Вот так вот будет короче. Так, смотрите, значит, я же буду сравнивать текстуры, которые запечет Substance Painter и текстуры, которые запек я. Значит, что я буду делать? Я выделяю аушку, текстуру, кюрвичи, Normal Object Space. Я их сюда перетаскиваю. Это у нас Texture. Ну, да. Не удалось выделить все. Можно вот так вот все выделить и нажать. Это будет... Все объекты будут импортированы как текстура. И указать, куда они будут импортироваться. Я указываю, что это будет Project MinoWork, так как он называется. Если бы у меня файл был не назван, здесь было бы написано Project Untitled. Import. Вот они у меня в проекте здесь появились. То есть Project, это все, что касается этого проекта, здесь будет. Текстуры, например. Они вот сразу отобразились здесь. Как они выглядят? В Texture List у меня один материал. И, как видите, здесь, кстати, у меня Base Color, в чем запекается. То же так, для паузы. Base Color. SRGB 8-бит. Metallic 8-бит. Черно-белая текстура. Roughness L8. То есть черно-белая текстура 8-бит. Карта нормалей RGB цветная. 16-бит флот. То есть 16-битная карта нормалей. И, соответственно, карта высот тоже 16-бит. Мне они, по большому счету, не нужны. Поэтому, ну, когда я буду создавать слои, я все равно вот эти вот карты отключаю. Поэтому я их отсюда убираю. У меня они вообще будут не нужны. Итак, я хотел показать, как они выглядят на модельке. Создаем Fill Air, заполняющий слой. И сюда вот в Base Color. Берем и просто перетаскиваем модельки. Вот у меня Ambient Occlusion. Вот у меня вот так выглядят кервучи. Кстати, очень контрастные кервучи. Очень белые цвета и очень черные. Обратите внимание, мы потом сравним с кервучи, которое запечет Substance Painter. И увидите разницу. Ну и карта нормалей. Карту нормалей я вам показываю именно как текстуру, а не как карту, которая показывает рельеф. Просто показываю, что вы будете здесь видеть. Убираем. Теперь давайте будем запекать нашу модельку. Жмем Bake Mesh Maps. Указываем, что у нас будут текстуры 1К. Если вы хотите рисовать что-то другое, разумеется, можете запекать в большем... в большем... как он называется... в большем качестве. 1К или 2К. Какой угодно. Печь я буду с High Poly модели. Если бы я пек все эти карты самой на себя, то поставил бы здесь галочку. Галочку не ставим. Ставим вот сюда, вот кликаем. И указываем, что мы будем здесь запекать. У меня здесь есть, конечно, мой файл. Mino Low Tos. High Tos. Это вот зубы. И Mino High. Это просто Mino Tos без глаз. То есть глаза и зубы, они вот, они нужны. В принципе, они тут мне будут мешать. Поэтому я сделал 2 экспортных файла. Один файл, он просто персонаж. Руки, ноги, голова без глаз и без зубов. Ну, мне, честно говоря, так удобнее было запекать. Потому что потом не нужно чистить глаза, ну, аушку от глаз и зубы. Челюсть сомкнутая, половина зубов скрытая. Вот. А какие-то зубы пересекаются друг на друге. При открывающейся пасте, когда будет потом анимация, вот они будут очень сильно затемнены. Мне это не надо. Поэтому я их отделил. На них будет отдельно какая-то совершенно другая аушка. И запекаю я только тело на тело. Кейдж. Можно, конечно, добавить использование кейджа и подгрузить кейдж. Ну, по большому счету, тут я сколько раз проверял эту модельку. Я же не в первый раз записываю. Печет более-менее нормально. Давайте оставим все настройки по умолчанию, как здесь есть. Единственное, что включим антилиасинг чуть побольше. Ну, например, 4 на 4. Да, собственно, наверное, и все. Остальные настройки по умолчанию. Ну, и размер паддинга можно чуть побольше сделать. По большому счету, сейчас это ни на что не влияет. Ну, давайте включим, подождем, посмотрим, что у нас будет запекаться. Нажимаем Bake. Ну, и ждем. Запеклась. Карта нормалей. Кстати, запеклась еще карта нормалей. Она не нужна будет. Ну, ничего. Запеклась и запеклась. Фиг с ней. Единственное, что она в проекте будет лежать и занимать место. Ну, вот у нас все запеклось. Давайте вообще посмотрим, что у нас получилось. Так, ага, ага, начнем. Ambient Occlusion, Default Material. Ну, вот такой вот он. Давайте, кстати, сравним, что у нас получается. Это у нас, обзовем SP. Это M, то есть Marmoset Ambient Occlusion и Ambient Occlusion 2. Вот у нас, ну, практически они вообще ничем не отличаются. И давайте, кстати, возьмем, включим все-таки Base Color и будем именно в нем работать, чтобы было видно. Ну, где-то что-то темнее. Да. Ну, плюс-минус одинаково. Ну, в Marmoset, кстати, более контрастная моделька. Теперь, кюрвача. Это у нас кюрвача какой? Это у нас пейнтеровский кюрвача. Это у нас мармасетовский кюрвача. Ну, вот у нас мармасет, видите, он такой темный, контрастный. А пейнтеровский, он более-менее такой мягкий, плавный. Хотя, вот темные места, они вот менее темные. Ну, видите, да? Дальше. Карта нормалей. Одна. И карта нормалей другая. Ну, по сути, все то же самое. Ну, вот, интересно, ухо тут чуть-чуть другое. Мне, кстати, понравилось, что в Marmoset ухо лучше пропеклось. На зубы не обращайте внимания, потому что... Ну, так уж получилось. Там на них есть карта нормалей, там нету. Ну, ничего страшного. Дальше. Ну, Position и Thickness, они запекались только здесь. По большому счету, Thickness нам даже, наверное, и не нужен будет. Хотя, его можно использовать. Давайте удалим вот этот вот слой с мармасетом. Посмотрим на Thickness, на толщину. То есть, чем у нас объект тоньше, тем у нас он более черный. Это можно, конечно, использовать как какие-нибудь... Как бы это сказать... Для SSS текстурки. Текстурки. То есть, типа пальчики, они могут быть более розовые, чем, например, торс. Ну, вот такое вот. Ну, и карта Position, она нам показывает, где что находится. Право, лево, вверх, вниз, перед и зад. Ну, по крайней мере, это нужно для программы, для того, чтобы она понимала, где, как, что светится. Так, давайте начинать. Начинаем мы с того, что добавляем... Ну, я, по крайней мере, добавляю, да? Добавляю слой, который у меня будет основой цвета. Fill Air. Давайте обзовем его Base. Так, ну, давайте что-нибудь такое зеленовато-желтенькое. Более близкая к коже. Ну, фиг его знает. Может, зеленовато-желтое, может быть, и бежевое. Мы же не видели, какой минотавр бывает. Может быть, минотавр, он афроамериканец. Он вообще коричневый. Дальше. Давайте для того, чтобы более-менее различать, где что находится, добавим сюда Fill Air и в него положим Ambient Occlusion. Я беру Ambient Occlusion от Substance Painter. Поскольку я уже сказал, что буду работать именно с его текстурами. Меняем режим смешивания на Multiply. Ну, просто мне сейчас нужно видеть, где что находится, чтобы не включать сетку. Дальше. Значит, еще раз повторяю. Я сейчас покажу. Просто текстурки сюда понакладываю и посмотрим результат. Дальше. Мне нужно немного цвета подобавлять. Мне нужен цвет для глаз, цвет для зубов, цвет для рогов, копыт. Было бы неплохо еще, наверное, и ногтики добавить. Ну, наверное, так и сделаем. Значит, начнем с рогов. Я беру еще один Fill Air, добавляю. Не помню, как по-английски рога. Thorns, кажется. Ну, просто напишем по-русски рога. Обзывать это абсолютно не обязательно. Это, ну, но желательно, чтобы понятно было, где что находится. Рога. Можно их, конечно, видеть, весь слой стал белым, да, а мне это не нужно. Мне нужно сделать так, чтобы только рога были. Я добавляю сюда черную маску, все исчезает. И в маске нужно проявить то, что будет именно белым. Добавляю Effect Paint. Переключаюсь. Ну, кстати, можно его так вот намазать, да, но это неудобно. Включим, во-первых, симметрию, чтобы у нас и справа, и слева одинаково одновременно все выделялось. Включаем четверочку или вот эту кнопку. Она работает с полигонами. И теперь берем и вот так вот выделяем рога и туда, ну, и белым они сразу становятся. Они вот у меня подсвечены теперь белым, белыми в маске. И раз белые в маске, значит цвет, который вот тут вот находится, там белый, красный или какой, он теперь проявляется именно по этой маске. Для новичков информация, что это делается. Тут можно выделять объекты либо по треугольникам, по четырехугольникам, либо весь объект сразу. Если весь объект сразу, то мы вот так вот зальем, и будет все залито, кроме глаз и зубов. Ну, потому что зубы это отдельные элементы здесь. А все, что в один мышь вшито, то будет, конечно, оно сразу выделяться. Ну, у меня рога у персонажа здесь они в одной ювишке. Например, по F3 можете посмотреть, либо F1 нажать, будет одновременно у вас и то, и другое. Табом на полный экран разворачиваете и смотрите, где у вас что находится от рога. Вот они здесь, можете просто брать и вот так вот по UV этой, как его, по UV текстуре тоже вот так вот кликать, и тоже у вас будет все закрашиваться. Дальше, давайте перейдем к зубам. Можно либо новый слой создать, но потом заново маску и добавлять Paint Effect. Я просто делаю Ctrl D, нажимаю, дублирую, сразу обзываю зубы. Давайте по-русски уже так латиницей писать. По-английски будет зубы Tooth, это я знаю, не думайте. Paint Effect удаляю. Видите, сразу удалил Paint Effect и не нужно мне ничего в маске тут пытаться вычистить. Добавляю Paint и что я буду сюда добавлять? А, кстати, давайте зубы другого цвета сделаем. Ну, какие-нибудь, ну, фиг его знает, может они желтые у него или коричневые, может он курит много, да? Это же Минотавр, фиг его знает, что он там делал. Ну, пускай будут вот такие, беловатенькие. В Paint Effect мы будем клацать по вот этим зубам и теперь выделять вот эти вот зубы. Можно, опять же таки, я говорю, что и в этой, как его, в развертке тоже это выделять. Но смотрите, аккуратно выделяется не только то, что вы выделяете, выделяется еще и то, что не нужно выделять. Вот, и, кстати, когда кликаете, бывает такое, что попадаете кликом куда-то, например, в заднюю поверхность или клик прокликивает насквозь этот мэш и может прокликнуться еще что-то другое. Приходится смотреть внимательно, чтобы оно не закрасилось. Но пока вроде все закрашивается нормально, можно тут вот покликать. Вот, кстати, сейчас, видите, я кликнул на этот зуб, а выделилась еще и вот эта вот поверхность. Так что аккуратно смотрите, куда кликаете, что выделяете. Ну вот опять, видите. Ухо выделил. Я уже знаю просто куда кликать, поэтому быстренько кликаю. Да, вроде и все. Но если что-то не замазал, потом дамажим, это не проблема исправить. Дальше. Дублируем. Обзываем копыта. Удаляем Paint Effect и добавляем еще раз Paint. Цвет сменяем на какой-нибудь такой темно-серый. И нам нужно будет вот эти вот копыта дорисовать. Тут у нас, конечно, по-моему, они не в одной UV. Да, они вместе вот так вот вшиты. Поэтому здесь проще попробовать для начала вот так вот зарисовать, выделить все, а потом просто вот стереть лишнее. Берем, переключаемся из режима, который четверочка, да, в кисточку рисования единичкой. Я обычно отключаю вот эти вот давления и X переключился в белый цвет. И вот так вот беру, снимаю лишнее с выделения. Если чуть-чуть лишнего, много снял, ну ничего страшного. Нажимаем еще раз X и там где надо, там берем и дорисовываем. Вот рисовать можно как в 3D, так и в 2D. Если вам удобно, то можете вот тут вот рисовать. Но не забывайте такой момент, что вот по умолчанию кисточка у вас работает по поверхности 3D. И даже в 2D режиме вы рисуете как в 3D. Если вы, например, пытаетесь нарисовать что-то вот здесь вот на зубе, то не удивляйтесь, что рисуя на зубе, вы рискуете что-нибудь нарисовать и на лице. Для того, чтобы нарисовать не на лице, а только на зубе, и если вы хотите рисовать именно по UV, то тогда нужно вот здесь вот в Tangent Wrap сменить на UV. Это есть правая клавиша нажал. Если что, то в настройках кисти оно находится в том же самом месте, только вот тут. Element UV. И теперь вы рисуете только в пределах ваших UV координат. Вот так вот. Так, копытца мы нарисовали. Давайте еще нарисуем вот здесь вот ноготочки. Нажимаем дублировать копыта. Убираем Paint Effect, либо можно просто добавить от Black Mask заново и Paint Effect тоже удалится. Нажимаем Add Paint и тут уже рисуем так вот ногтик. Если ногтик у нас будет сейчас не сильно совпадать с тем, что у нас находится на High Poly модели, ну ничего страшного, мы потом просто подрисуем эти ногтики в другом месте. Ну сместим, короче. Вот, давайте посмотрим. Кстати, вот тут на рогах еще есть небольшой артефакт. Видите, рога вот сюда вот заходят, а UV сюда в другом месте находится. Поэтому в рогах можно немного тоже подрисовать. Да, кстати, у вас здесь, у меня кисточка работает в режиме Blime and UV. Можно заново переключиться в Tangen Trap. И тогда вот так вот возьмете и дорисуете по 3D модели. Иначе вы будете рисовать только либо здесь, либо по этой UV Island. И у вас не будет захвата, ну, кисточка будет останавливаться на границе UV Island. Если вам это не нужно, то, конечно, лучше переключиться вот так, как я сейчас работаю. Tangen Trap либо в камера, тогда будет просто кисточкой рисовать в проекции камеры. То, что здесь вот небольшие зубчики остались, ну, это не критично, поскольку-то персонаж будет он вот с такого примерно расстояния, наверное, смотреться. И то, что там что-то не видно, это вообще мелочь такая. Вот ногтики. Давайте посмотрим дальше. Ногтики. Мне не нравится сильно большой ноготь. Прошу прощения, не там рисовал. Рисовал в маске, а я привык рисовать в Paint, в эффекте. Можно рисовать и в маске, но маску, именно Paint эффект проще очистить, чем маску. Давайте немного подправим. Ой, розовый, это не про нас. Какие-нибудь, может, желтые ногти? Ну, не такие, наверное, желтые. Что-нибудь, может, посветлее, вот так вот. Ладно, пускай так будет. Так, это у нас все базовые цвета. Давайте их для удобства сгруппируем. Еще не хочет группироваться. Ctrl-G. Ага, есть, работает. Переименуем. Colors. Ну, по большому счету, мы сейчас цветами вот уже отработали. Это достаточно будет. Давайте удалим теперь АОшку. Она нам теперь не нужна. Мы ее по-другому сюда добавим. Хотя, хотя, для начала мы сделаем все. Вот просто добавим текстуры и посмотрим на результат. Как если бы, вот я просто добавляю текстуры и все. Меняю режим оверлей, мультиплай и так далее. А потом сделаем более красиво. Так, регулярно ставлю на паузу, извините. Горло пересыхает. Приходится делать глоток кофе или прокашляться. Значит, добавляем сюда. Давайте сразу несколько добавим. Layers.Layer. Значит, в первый мы добавим Curl. И, ну, по мере проявления будем и включать. Сменим его на оверлей. Мало что поменялось. Normal. А, нет, поменялось. Так оно белое, так оно просто подсветило. Оверлей. Можно попробовать еще в режиме Soft Light. Ну, такой более мягкий получается переход. Мне, кстати, вот для, вот именно для Curl. Чем больше нравится эффект Soft Light. Он не так сильно затеняет темные цвета и не так высветляет белые цвета. Такие более, как постельное, да? Пастель делает. Ну, пока ставим оверлей. Оверлей. Дальше что нам нужно? Это нужно нам Ambient Occlusion. Берем и добавляем сюда Ambient Occlusion. И, как обычно, меняем его на режим смешивания Multiply. Ну, и дальше Gradient Procedurals. Procedurals, где-то у нас Gradient, вот он наш Gradient. Gradient Linear. В Base Color получается полная фигня. Это потому, что Gradient он рисует по UV проекции. Нам UV проекция не нужна. Triplanar проекция тоже не нужна. Видите, он неправильно рисует нас. Интересует только Planar Projection. Можно попробовать spherical, но, как сказать, что-то не то получается. Хотя эффект аналогичный. Planar будет, вот если вот так вот ее сюда сдвинуть. Но на такой модельке вот этот вот переход, он будет практически одинаковый, как у Planar. Если бы модель была очень широкая, то распределение света, оно было бы вот так вот тут загибалось и более красиво было. Но у нас будет просто тонкая моделька, для которой что вот по кругу распределения вот этого градиента, что по высоте, без разницы. Я предпочитаю в данном случае планарный градиент. Вот, давайте немного его уменьшим. Кстати, по умолчанию он оставляет копыта белыми. Сейчас покажу. Вот примерно вот так вот. Это не очень правильно, скорее всего. Поэтому можете его немного отскейлить вот так. И спустить вниз. Тогда у вас и рога у персонажа, получается, не такие белые. И копыта, ну, не такие черные. Ну, это вот можно либо вот так вот сделать. Тогда вот черные цвета вообще вниз уйдут. Либо вот тут еще в настройках градиента можете баланс сместить. Это как бы темноту вверх смещает, либо вниз. Ну, тут по вкусу. Вот, контраст. Он вам либо выбеляет, либо вытемняет тона. Ну, таринг вообще не трогайте. Это нам вообще не нужно. Вот так оставляем. И меняем режим смешивания Multiply. Лишнее удаляем. Отключаем отображение этого манипулятора. Чтобы не мешал, не перекрывал ничего. Ну, смотрите. Получается достаточно грязно и ужасно. Даже если мы сменим на Soft Light картинку и Multiply немного вот ослабим и Soft Light немного ослабим. Ну, получается, ну, не сильно красиво, не сильно вкусно. Давайте попробуем сделать более покрасивше. Значит, с чего мы начнем? Опять же таки включаем Fill Layer. Сюда мы будем добавлять нашу текстуру Gradient. Ой, Gradient сказал. Aiden Curvature. Мы будем продетализировать эти впадинки и выпуклости. Открываем папочку Project. И берем наш Rana. Rana, извините. Давайте сразу приименуем Ages, чтобы понятно было, что это такое. Ребра, да? И что я хочу сделать? Я хочу не просто вот так вот взять и кёрвичи сюда добавить и сделать, ну, такое чёрно-белое светлое изображение, которое у нас подсвечивает, либо затемняет нашу нижнюю картинку. Нет. Я хочу сделать так, чтобы это затемнение было какого-то цвета. То есть не просто вот такое вот грязное, чёрно-белое, затемнённое, высветленное, а более, скажем, темнее, чем вот это тело и в углублениях и более светлое там, где выпуклости. Я возьму, сменю цвет на этот же самый. Вот почему-то, кстати, он не такой. Вроде же пипеточку взял, да? Чё, он не хочет? Не хочет, зараза. Ну, ладно. Давайте тогда вручную попробуем. Пускай будет что-нибудь вот такое. Вот коричневое. Ну, такое коричневое. Добавляем сюда Black Mask, чёрную маску. Симметрию пока можно выключить, может, ничего не рисуем. Добавляем сюда Fill Layer. И в Fill Layer мы закидываем нашу Кероч. Получается не совсем то, что нам надо. Хотя эффект более-менее получился правильный. Белым у нас выбелило, чёрным у нас подсветило. Ну, видите, основной цвет и такое впечатление, что мы подсветили всё и затемнили от света. И он, этот цвет такого же самого оттенка, как и сама кожа. Но получилось немного неправильно. Смотрите, текстура Кероча, она же у нас чёрно-белая. И белым у нас подсвечены выпуклости, а чёрным у нас подсвечены вогнутости. Но поскольку мы её используем как маску, то в маске у нас получается наоборот. Мы вогнутостью белым оставляем то, что должно быть затемнено, а тёмным то, что засветлено. Ну, наоборот получается. И нам нужно нашу карту Кероча немножечко, как бы сказать, инвертировать. То есть у нас сейчас получается впадины белые, а выпуклости чёрные. Ну, неправильно. Добавляем сюда Levels и в Levels жмём галочку Invert. Что мы получаем? Мы получаем как раз-таки то, что нам надо. Отключим, посмотрим. Видите, всё плоское. Здесь же у нас получается выпуклое. У нас впадинки более проработаны тёмным, выпуклости более проработаны светлым. Можно, конечно, Levels немножко поработать. И, например, как я говорил, больше добавить впадинок, либо больше добавить выпуклостей. Ну, наоборот, скорее всего. Либо поиграться вот этим вот ползуночком. Можно попробовать авто. Ну, авто так вот оставила. Короче, что мы этим делаем? Мы больше либо прорабатываем при помощи этой текстуры либо впадинки, либо выпуклости. Вот. Это, конечно, вкусовщина. Тут кому что нравится, тут то и используют. И получится единичка. Не, не получилось. Ну, и фиг с тобой. Reset. Вот, Reset получилось теперь. Сейчас у нас текстура, она очень такая резкая получилась. Очень сильно, вот видите, вот эти впадины проработаны черным. Ну, такое, ну, не очень сильно получается. И мне не хотелось бы, не очень сильно получается, сказал. Не очень, ну, не очень красиво, я бы сказал, это получается. То есть, вот эти вот темные переходы, мне хотелось бы их больше размазать. Для этого я возьму сюда еще добавлю, где он тут, фильтр, да? И фильтр я сюда добавлю Blur. Вот, смотрите, что делает Blur. Blur у меня немножечко мою карту нормали, ой, карту нормали, карту Кюрвича немножечко заглаживает. Каждый эффект вы можете отдельно регулировать. Хотите подсветить, например, больше темные поверхности, значит, тогда вот так вот делаете. Хотите больше светлые, значит, тогда вот так вот делаете. Но в любом случае, я хочу вот при помощи этого Blur немножечко все размазать. Основную текстуру у меня будет придавать именно слой с этим слайдом, который именно вот все вот эти вот впадинки и выпуклости будет рисовать именно за счет карты нормали. А вот этим вот Кюрвичей я буду больше шейдинг добавлять, больше прорабатывать туда затенение и высветление. Хотите больше? Ну, больше. Меньше, значит, меньше. Ну, можно, например, вот так вот оставить, будет не так контрастно. Ну, вот смотрите, разница. Вроде бы-то неплохо. Вот, если что, можете вот так вот нажать на Alt масочку и посмотреть, что получается. После Blur, если он сильно вот так вот разблюрился у вас, можно сюда еще добавить, опять же-таки, еще один эффект. Ой, Levels хотел нажать. Эффект, еще один фильтр и можно сюда еще добавить, ну, вместо Blur, Sharpen. Казалось бы, а нафига ж так делать, если мы только что разблюрили все? Ну, получается, смотрите, эффектом Кюрвича, да, мы берем и, ну, я чуть черным по белому буду рисовать, мы получаем вот такую тоненькую линию, да. Когда мы ее инвертировали, мы ее превратили наоборот в белую линию. Вот, а Blur мы ее немножечко размазали, то есть сделали более широкой. Но у нас она, может быть, получилась очень сильно широкой. А вот Sharpen мы, получается, ее немножечко суживаем с двух сторон и, ну, как сказать, более уплотняем ее. Надо или не надо, это уже как бы вкусовщина и вы можете сами смотреть, что вам из этого требуется или не требуется. Ну, получается, что мы ее более вот так вот приконтрашиваем. Можно вместо Sharpen к Blur добавить сюда эффект Contrast. Где он тут у нас? Вот он, Contrast. И Контрастом тоже можно поиграться. Что-то затемнить, что-то подсветлить. Вот, ну, опять же, это вкусовщина. Давайте пока остановимся на Blur и посмотрим на то, что у нас получается. Видите, у нас впадинки они больше разгладились, нету таких вот четких переходов. Вот, у нас получается вот такая вот моделька с заглаженностями, да. Дальше. Добавим после Кюрвича мы сюда еще АОшку, Градиент. А вот этот, карту нормали, вот Light, мы оставим уже на потом, как самое вкусное. Давайте теперь сюда добавляем еще один Fill Air. В него мы положим нашу АОшку. Но АОшка, как я уже сказал, она дает грязный оттенок, поэтому мы Multiply режим как оставляли, так и оставляем. Но только как и в случае с Ages, мы сюда добавим Black Mask, чтобы убрать его. И еще раз сюда добавим Fill, чтобы добавить сюда карту Ambient Occlusion. Карта Ambient Occlusion тоже черно-белая карта. Черным она затемняет, белым она ничего не делает. В маске получается наоборот. То, что у нас темное, мы оставляем таким белым. И он нам нужно инвертировать. Ну, самое простое, это взять и добавить сюда, как и в случае с Ages Levels, и нажать кнопочку Invert. И вот у нас получается, что мы... Давайте, кстати, пока посмотрим, режим Normal поставим. Levels отключили. И вот что у нас получается. Нет, ставим пока Invert, вот так вот. Я же хочу с Levels поиграться. И тут, смотрите, мы можем при помощи Levels добавить затенение темным участком. Видите, уже получается как вот интересно. Или немного там контраста добавить. Или там сгладить вот так вот. Вот, например, вот так вот сделали. Опять же таки, можем еще раз сюда добавить Filter Blur. И тоже Blur немножко подсгладить вот это вот распространение. Возвращаем Levels и в Invert. И метод смешивания на Multiply. И смотрите, вот у нас был без распределения теней. Вот так вот. А вот у нас с распределением теней получается вот такое вот затенение. Если сильно контрастно, значит, можем тогда процентиком поиграться и сделать менее контрастным. Давайте пока так оставим. Это у нас AO Ambient Occlusion. Дальше что нам нужно? Дальше нам нужно добавить сюда градиент. А, я же еще неправильно сказал. Вот здесь вот мы можем наш Ambient Occlusion еще и изменять. По умолчанию он у нас серый, то есть слегка затенен. Но мы можем и белыми сделать, а можем сделать его каким-нибудь, например, вот таким вот красным прямо. То есть наш вот бык, он стал не просто затененным, а еще и вот такой вот окрас у него получился. Ну и, кстати, оранжевый цвет тоже можем добавить, например, ну... Ну что-нибудь, например, вот такое. Видите, уже такой интересный результат получился. Мы еще не добавляли сюда Light от карты нормалей, но получается уже красиво. Добавляем градиент, чтобы нам сделать вот эту часть светлее, вот эту часть темнее. Можно ее, конечно, не делать, но, знаете, получается неплохо. Давайте сделаем. Точно так же AO. Можно сдублировать. Просто сдублировать. Градиент. Т.Б. Топ. Ботом. Вверх-вниз. Берем сюда в градиент, вот именно в Fill. Добавляем наш градиент. Где у нас он в процедурках? Добавляем град. Град, град, град. Градиент, линия. Планар, вот он он. И теперь давайте, кстати, снова его назад корнем, чтобы было видно, что у нас получается. UV Projection, как договорились, меняем на планар. Вот у нас все светлое, вот у нас тут все темное. Активируем манипулятор. Скейлим чуть-чуть. Можно чуть-чуть вниз его сдвинуть. И поиграться настройками вот этого вот градиента. Давайте еще Blur и Levels уберем. Нет, Levels не будем убирать. Levels по умолчанию оставим. Только инвертируем. И градиентом, настройками градиента попробуем поиграться с балансом. Давайте черный градиент пока сделаем. Может черным оно как раз таки будет и хорошо смотреться без затенения какого-то цветного. Вот у нас баланс. Баланс мы смещаем туда чуть-чуть вниз. У нас получается более засыпанной темнотой. А, засыпанной темнотой сказал. Более затененное копыто. Ну и можно контраст... Нет, можно вот так чуть посветлее, а контраста чуть побольше. Ну, короче, это вкусовщина тут каждому свое. Кто что хочет подсветить, тот и подсвечивает. Можно Blur добавить, хотя в принципе-то Blur тут и не нужен. Вот мы что не какой-то рельеф разглаживаем, а мы градиентом здесь все заливаем. Так, Levels мы инвертировали. Ну и можно еще и Levels тоже поиграться. По сути он сделает то же самое, что и настройки градиента. Но это просто дополнительное влияние. Ну, лишним не бывает. Итак, вот у нас наш персонаж подготовлен на то, чтобы быть уже таким вот страшным быком-минотавром. Атака у нас... Персонаж он плоский, у нас нет именно затенения. Есть просто текстуры подчеркнутость контура, подчеркнутость впадин выпуклостей, но самого контура еще нет. Для этого тут есть два метода. Это классический метод, где просто берется какой-то канал и им подсвечивается. И метод при помощи генератора Light. Давайте посмотрим оба из них. Теперь давайте сделаем это по классическим. Не генератором Light, а при помощи каналов карты нормалей. Нам опять же таки понадобится наша карта нормали Object Space. В ней нам понадобится для распределения света канал, который отвечает за распределение по высоте света и за распределение света спереди-назад. Если мы откроем Photoshop, то мы увидим, что у нас это красный канал отвечает за сбоку свет, то есть слева направо распределяет зеленый канал сверху вниз. И синий канал у нас распределяет свет спереди-назад. Вот у нас передняя часть светлая, задняя часть темная. Что нам нужно? Нам нужно будет по отдельности взять каждый из каналов и в режиме смешивания Overlay наложить его на эту текстуру и смешать их еще между собой. Значит, мы можем сделать точно так же, как в этом слой, использовать эти текстуры как маски, но давайте просто их возьмем и затеним. Не будем делать розовое затенение, как у меня здесь, а сделаем его просто по классике, как затенение, которое затягивается при помощи режима Overlay. Мы создадим новый свой, давайте его обзовем Horizontal. Сюда я закидываю свою карту нормалей. Прошу прощения, не так. Здесь нам нужно будет добавить сюда генератор, а в генераторе выбрать такой генератор, называется Grayscale. Сюда я закидываю World Space, нашу карту нормалей и видите, вот у меня здесь она отобразилась на объекте. Что у нас здесь отображается? У нас отображается свет слева направо, сверху вниз и спереди назад. То есть у нас сейчас освещение идет как бы вот отсюда и тем более при этом еще и сверху. Нам нужно для начала осветить наш объект, давайте, сверху вниз. То есть это у нас тогда будет не Horizontal, а Vertical. Vertical Light. Здесь у нас нужно выбрать канал, который будет отвечать за распределение сверху вниз. По умолчанию Grayscale у нас стоит в режиме Desaturation, мы его должны взять всего лишь только Green Channel. У нас по вертикали в режиме DirectX отвечает зеленый канал, это RGB, да, зеленый канал. И видите, у нас объект подсветился сверху, снизу стал темный. Этот слой мы меняем с Normal на Overlay. И мы видим, что у нас уже объект получил свое затенение сверху. И примерно то же самое, что у нас было вот с этим вот Light. Light у нас, еще раз повторюсь, он не так характерно выделен, как вот этот вот Light. Потому что он использует для высветления вот этот цвет. То есть сама по себе текстура, она еще и светлее стала. Здесь же у нас используется просто режим смешивания Overlay. И мы напрямую используем в этом слое нашу текстурку. Теперь нам нужен, ну то есть затеняет она сильнее. Теперь мы можем просто сдублировать этот слой. Обзовем его уже теперь Horizontal. Тут же режим смешивания Overlay. Заходим в Grayscale. И здесь уже меняем Green Channel на Blue Channel. То есть распределение спереди-назад. Как видите, у нас они друг дружку немного перекрывают. Поэтому нужно, например, при помощи процентного смешивания указать, что... Ну, допустим, тут у нас 100% используется. А спереди-назад у нас будет использоваться, ну, допустим, 50%. Смотрите, 50%. Получается, что сейчас мы распределяем свет примерно вот с этой точки. То есть если по 100% это получается один свет отсюда, другой свет отсюда падает. И у нас всегда спина получается очень темная. А если мы какую-то из них осветляем, то получается мы немножко смещаем угол наклона падения лучей. Можно поиграться вот здесь вот с параметром Opacity. Насколько каждый слой будет просвечиваться. И при помощи этого слоя уже добиться того, что персонаж будет больше или меньше проявляться карта нормали. Ну, давайте сравним. Сравнить особо, честно говоря, не получится, потому что здесь у нас именно light не сильно влияет. Но если бы мы использовали light именно как код маски здесь, то есть мы бы создали, например, тот же fill layer. Давайте хоризонтово отключим. Добавим сюда black mask. Добавим сюда fill. Ой, fill, я не хотел сказать, генератор. Egg Generator. В Generator мы закидываем... Ой, закидываем. Извините, тороплюсь чуть-чуть. Grayscale Conversion. Сюда карту нормалей. Тип. Это же у нас верхний... Да, горизонт. Вот у нас спереди-назад. Blue Channel. И начинаем мы вот при помощи метода смешивания оверлей немножко начинаем вот этим вот цветом играть. Сменим его, можем на красный сменить, то есть или на какой-нибудь, ну давайте, желто-зеленый цвет. Допустим, зеленый цвет, да? Вот. У нас получается, что зеленый спереди, а более светлый сзади. Это получается из-за того, что мы используем его как маску. Соответственно, нам нашу маску нужно инвертировать, чтобы правильно понимать, где у нас вперед, где зад. То есть зад у нас должен быть более темненький. И мы должны включить кнопочку инверт, которая нам вот этот вот зад и сделает более таким зеленым. Если мы давайте вот эти два выключим, да? Еще раз дублируем. У нас будет горизонтал. Тут сменим на зеленый канал. Если я сгруппировал, то в принципе, наверное, получится то же самое, что и вот с вот этой вот текстуркой, с этим слоем. Я сгруппировал, и чтобы ничего не перекрывало, я меняю на режим смешивания Pass.ru. И теперь, если менять вот так вот оттенки, ну получается примерно то же самое, просто цвета чуть-чуть другие. Вот это классический метод, которым можно пользоваться для, как это сказать, для подсвечивания, ну в общем, для передачи рельефа при помощи светлых и темных участков за счет карты нормальной. Так, если моделька кажется очень такой размытой, вот, то, конечно, можно и поиграться заново с Ages, то есть вот этот вот Blur можно и немножко ослабить. В общем, уже появляется такая работа со вкусом. Что еще сюда можно добавить именно в эти, давайте все это сгруппируем, в текстуру персонажа. Упс. Вот так вот. Обзовем Shading. У нас здесь еще не нарисованы глаза, то есть к цвету можно добавить сюда обычный слой рисования. Обзовем его глаз, eyes, глаза, не, мы сейчас договорились по-русски писать, глаза только латиницей. Ну и глаза можно зарисовать, например, белым цветом. Открываем нашу текстуру. Вот она у нас белая. И берем просто кисточку обычную, выбираем белый цвет. Белый, да. Убедились, кисточка единичка. Меняем режим на UV, поскольку мы будем рисовать исключительно только на UV. И вот так вот зарисовываем. Где-то у нас тут что-то из красного заплыло на глаза. Давайте попробуем поискать, что это. Это Shading или... Да, это что-то из Shading. Ну, пускай, кстати, получилось довольно-таки неплохо. Неплохой эффект от красных глаз. Его, конечно, можно добавлять, ну и убирать вот из Shading. Шейдинга при помощи White Mask. Paint. И включаем четверочку. И в четверочке выбираем объект. И вот сюда вот кликаем. И теперь весь Shading у нас из глаз убран. То есть мы его вообще полностью исключили. Теперь можно уже возвращаться в глаза и нарисовывать глаза. Давайте сделаем эти глаза какого-нибудь розового цвета. Ну, типа как бык с красными глазами, да? Это прямо, ну, сильно розовые. Ну, ладно, фиг с ним. Давайте теперь сюда добавим еще чуть-чуть белого. Где-нибудь вот так. Нет, это сильно. А вот, ну, чуть-чуть буквально вот так. И пальчиком размажем. Инструмент пальчик те же самые настройки, что и для кисти. Он работает сейчас по 3D. Tangent Tribe нужно изменить на UV, чтобы у нас он работал только лишь в пределах наших UV координат. И вот так вот мы добавляем сюда небольшой такой градиент. Как бы градиент, да? И как пипочка на букетике, у нас вот тут вот будет черный зрачок. Черная. Вот так вот. Пик. И такой узкий зрачок. Или наоборот, вот такой вот. Разъяренный. Вот. Вот так вот получается. Такой персонажик. Не забываем сохраняться. Кстати, еще маску можно и для зубов задать. Точно так же, только как я задавал для глаз, только добавить сюда еще и зубы. Но потом зубы придется дорисовать к ним. А вот пусть пока так остается. В принципе, выглядит достаточно неплохо. В Paint Effect, опять же, можно сюда добавить вот это вот распределение по, как оно называется, где капилляры находятся. Можно попробовать, знаете что, добавить сюда Fill Layer. Опять же, опять же, Black Mask. Add Fill. И в Fill сюда добавить Thickness. Толщину. Толщину, тоньшину. Мы возьмем и вот этим вот эффектом. Только мы его инвертируем. Add Levels. Invert. Мы можем добавить те места, которые будут более красные. Например, вот уши очень красные. Ну, эти, как они называются, рога, они не должны быть у нас такими красными. Нет, но если мы хотим показать какое-нибудь, не знаю, адское пламя, там, на руках это мах, и у него на руках все вот светится прямо, то это окей. Но это у нас не устраивает. Меня, по крайней мере, это не устраивает. И, кстати, тут режим, наверное, надо Multiply поставить. Вот, и у нас, вот смотрите, вот здесь вот чуть-чуть тоненького добавилось на руки. Они у нас теперь стали более такими затененными. И вообще все участки, которые тоненькие, они тоже у нас затенились. Можно сюда это немного подредактировать. Все, добавить Paint Effect. Paint просто, да? Без эффекта. Включить симметрию. И той же самой кисточкой, ну, не той же самой кисточкой, а любой другой кисточкой, например, вот такой, немного эти эффекты ослабить. Ну, например, вот с рогов вообще убрать. Ну, все зависит от того, чего вы хотите, конечно, добиться. Ну, можно там, например, на ушке чуть-чуть оставить. Вот, можно там оставить тут на носу, на груди. Ну, откровенно говоря, это уже получается, не знаю, не капиллярное что-то такое, а... Ну, что-то другое, короче, получается. Не знаю, как это сказать. Ну, такие вот все выпуклые участки можно прорисовать красным цветом. И задницу, кстати, тоже. Тут вот у нас вот эти вот косточки выпирающие. Вот весь хребет. Кстати, гляньте, получается довольно-таки неплохо. Мне нравится. Ну, типа, места таких кровотоков. Можно еще вот так вот подсветить. Что-то еще. Локти, по-моему. И пятачок. Брови, не знаю. Ну, вокруг глаз точно, наверное. Вот. Отключаем симметрю и смотрим на наш объект. Ну, сильно, допустим, оно промазано, да? Давайте ему немножечко этот вот... Снизим процент. Дальше. Если у нас шейдинг очень сильно влияет, давайте посмотрим, где что можно снизить. Например, градиент. Сильно влияет? Ну, вот тут вот можно чуть меньше сделать. У лайта, если он сильно контрастный, можно ему тоже градиент поменьше сделать. Можно не мультиплай поставить, а, например, режим смешивания оверлей. И тогда мы не только будем подсвечивать, ну, не только будем затенять, но еще немного высветлять. Можно вот так вот поиграться при помощи Opacity, что будет темнее, что будет светлее. Можно сюда добавить к тем же самым Levels'ам еще Levels'ы. Этот у нас просто инвертирует, а эти Levels'ы, они, например, там позволяют затемнять, высветлять. Ну, тут нужно как чуть-чуть аккуратнее, наверное. Потому что можем, наверное, не то сделать. Ну, вот, ну, в общем, так вот поиграться можно. И смотрите, получается довольно-таки симпатичный Minotaur. Что будем делать для того, чтобы эту модельку нам сохранить? Текстуру выгружать можно двумя способами. Можно выгрузить по слоям, чтобы потом редактировать в Photoshop'е. И можно выгрузить просто как текстуру, которую вы будете дальше отсюда использовать. Если вы будете выгружать в Photoshop, то обратите внимание, что вы столкнетесь с тем, что слои, именно сама текстура в Photoshop'е, она будет выглядеть несколько иначе, чем текстура, которая у вас здесь во вьюпорте будет. И даже тот снэпшот, ну, то есть финальная картинка, которая в Photoshop выгрузится, она там будет отдельным своим. Она будет отличаться от того, что у вас в самом Photoshop'е будет. Ну, давайте выгрузим сначала картинку. Export, 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 Export Textures. Здесь, ну, тут что можно выбрать? Я не знаю. Давайте укажем... Где он у меня будет находиться? The Videos Handpaint сюда. Так, теперь название документ канала плюс... Не важно. Файл Type. Ну, давайте, допустим, PNG выгрузим. Размер будет такой, как размер документа. Ну, текстуры каждой в документе. И падинг. Ну, давайте по умолчанию ставим Deletion Infinite. Export. И все, теперь уже наш объект готов. Наша текстура, точнее, готова. Вот так вот она выглядит. Если вы хотите в Photoshop его отправить, то нужно нажать кнопочку PS, Export Photoshop. Здесь выбрать то, что вы хотите, какой слой выгружать. По умолчанию у меня только Base Color здесь присутствует, поэтому против него галочку ставим, нажимаем ОК. Происходит экспорт в Photoshop. Вот он свои выгрузил. Какой-то временный файл запускает в Photoshop. И вот он в Photoshop. Иногда обратите внимание, что все в Photoshop происходит со смещением. То есть вся вот эта маска, она тут куда-то смещается. Вниз или вправо. Здесь появляется вот такой вот белый четырехугольничек. То есть то, что все смещено. Не пугайтесь, просто заново перевыгрузите, и все у вас заработает. И теперь обратите внимание, что картинка стала такая зеленовато-желтая. А вот та картинка, которая у нас выгрузилась из... Ну, та картинка, которая была в Substance Painter. То, что выгрузилось, стало то, что мы импортируем. Ну, имели внутри Painter. То, что выгрузилось, то, что в Painter. И сама картинка, которая выгрузилась, тоже вот она. Видите, она вся одинаковая. Что тут, что тут. Но если вы будете редактировать в Photoshop, я сразу обращайте внимание, что все у вас отличается. Давайте посмотрим, как это выглядит в Marmoset. Возьмем копию нашего меша. Подвинем в сторону. Сдублируем материал. Накинем его на объект. И вместо этой текстуры положим та текстуру, которую мы выгрузили. Вот она. Оп. Наверное, не та. Вот эта вот. Ну, примерно, ну, не то же самое, конечно, да. Тут мы добавляли много чего. Но, тем не менее, картинка, вот она в плоском шейдере, выглядит достаточно неплохо. То есть, для сравнения, вот low-poly моделька с картой нормалей. И low-poly моделька просто вот с таким вот флэт шейдером. Собственно, весь пайплайн. Остальное дальше уже за вами. То есть, вы можете сюда добавлять какие-то блески, добавлять, не знаю, там, порезы, потеки, не знаю, там, крови или чего там у этого минотавра будет. Может, он там, не знаю, без потеков, без крови. Может, он будет какой-нибудь хиппи минотавр. На нем цветочки будет собирать, он будет чистенький, пушистенький. Вот. Если он брутальный, то, конечно, да, там шрамы и прочее. Но это уже все вкусовщина. Кому что нравится, тот то и добавляет. Вот. Я думаю, на этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Еще раз повторяюсь, что если у вас есть какие-то вопросы, касаемые моделинга, развертки, риггинга, анимации, можете писать в группу, либо писать в личку, либо в комменты под видео. Постараюсь всем ответить по возможности, по наличию времени. А теперь спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делитесь этим видео. 73. Bye-bye.